Когда вы пользуетесь интернетом, что происходит? Заходите ли вы в интернет, чтобы поболтать с другом или отправить электронные сообщения, купить книгу, узнать прогноз погоды, посмотреть фильм или получить информацию о Пелопонезской войне? Кажется, что существует один провод, который соединяет вас именно с тем, что вы хотите. Но в это же время миллиард других людей подключается к миллиарду других вещей. Как это происходит? Все дело в заключении соглашений. Думайте о работе в сети как об игре. Она удастся, если вы согласитесь играть по одним правилам. Иначе ничего хорошего не выйдет. Если у вас получится заставить два или несколько компьютеров играть по одним правилам, у вас появится сеть. Если это удастся вашему другу, получится еще одна сеть. Но если вы оба согласны на то, чтобы ваши сети играли в одну игру, вы можете объединить их. У вас получится интерсеть. Правила, по которым мы играем, называются интернет-протоколом. Если мы все согласны, мы можем продолжать добавлять новые компьютеры и новые сети до тех пор, пока не подключится весь мир. Именно это и представляет собой интернет. Сеть сетей, которые делятся информацией друг с другом. Каждое устройство в интернете имеет свой собственный уникальный адрес. Все, что вы отправляете по интернету, это всего лишь сообщение от одного устройства к другому. Но оно не отправляется одним большим блоком. Оно разделяется на мельчайшие пакеты данных. Каждый пакет содержит информацию о том, что сообщение представляет из себя, откуда оно пришло и куда оно направляется. Таким образом, одно ваше сообщение фактически может пойти разными путями до места назначения. Следуя протоколу, приемное устройство знает, как вернуть сообщение в первоначальное состояние. Сила интернета заключается в том, что он децентрализован. Благодаря такому большому количеству возможных соединений у него нет единого уязвимого места. Если один путь перегружен или поврежден, ваши данные просто идут другим путем. Даже при повреждении существенного участка сети интернет ваше сообщение доберется до адресата. Предположим, вы используете одного интернет-провайдера, а ваш друг другого. Каким образом ваши данные на самом деле попадают из одной сети в другую? Некоторые компании создают частные соединения друг с другом для обмена трафиком. Все больше и больше трафика идет через общие сервисные платформы, так называемые точки межсетевого обмена трафиком. Межсетевой обмен трафиком – это место, где множество различных организаций могут сойтись воедино для объединения своих технологий. Существует множество провайдеров доступа – телевизионных, вещательных компаний, издательств, социальных сетей, телекоммуникационных операторов. Каждый, кто полагается на сетевой трафик, может извлечь выгоду из обмена. Подключаясь в одном месте, они экономят средства, и трафик между ними становится быстрее и гораздо более эффективней. Как правило, провайдеры продавали друг другу доступ к своим сетям. Но для некоторых провайдеров, которые регулярно обмениваются трафиком, все эти продажи и покупки приносят больше хлопот, чем преимуществ. Многие из них поняли, что если они просто согласятся встречаться на полпути, расходы сократятся, и трафик будет более плавным. Провайдеры могут обеспечить одно подключение к платформе для обмена трафиком со многими участниками. Такой метод работы называется пирингом. Благодаря нему интернет становится быстрее и более доступным каждому. Участники обмена совершают операции друг с другом на условии получения взаимной выгоды. Таким образом, равноправная система сама себя регулирует. Может показаться, что компании отдают свои услуги, но на самом деле каждый из них обеспечивает свою часть целого решения, необходимого клиентам для наиболее эффективного и надежного обмена трафиком. Интернет открыт, децентрализован и абсолютно нейтрален. Его разум находится на грани, а не внутри. Ни одна организация не контролирует его. Именно поэтому он работает и существует. Соглашаясь сотрудничать, мы все заставляем интернет работать. Именно так интернет и работает. Продолжение следует. Продолжение следует...